В начале лета пустующее здание по адресу площадь Руднева-30 стало новым домом для многих переселенцев из зоны АТО. Харьковские волонтеры отыскали заброшенный дом, благоустроили его и пригласили сюда жить переселенцев. Одна из них Даша. Девушка приехала в Харьков из Дебальцева. Она сирота, из родных только бабушка. Социальные службы не смогли предложить ей кровь над головой. Пристанище она нашла в здании на Руднева-30. Я жила в училище, я жила в общежитии. Была приписана на данный момент, когда я подходила, он сказал, когда я расписывалась, уходила, он сказал, что милиционер, который сидит там, он сказал, чтобы я вас на Руднева-30 больше не видел, чтобы вас там не было. Я говорю, почему? Он сказал, ну это самовольно, это не ваше здание, вы не имеете права там находиться. Я говорю, ну так, что нам, говорю, идти на вокзал, дайте нам где-нибудь переночевать, дайте нам жилье. На что он просто промолчал. Когда я вышла на улицу, женщина какая-то начала разговаривать с милицией, когда он вышел, говорит, уходите отсюда. Я к нему подошла, говорю, здесь нельзя, на Руднева нельзя. А где можно? На вокзале можно? Он мне говорит, снимайте квартиру, устраивайтесь на работу. Я говорю, ну устройай меня на работу. Я была приписана в училище, меня выписали, я в связи с этими воинами, которые начали там стрелять, все, я туда уехала. Я просто обратилась к людям, и они мне подсказали, что на Новгородской 4 есть пункт, где выдают еду беженцам. Я туда пришла, они мне выдали еду, и, естественно, спросили, вам есть где спать? Я говорю, нету. И они меня отправили на Руднева 30. Они сказали, что там можно переночевать. До определенного момента мы жили, ели, пили, все было очень хорошо. Однако почти беззаботная жизнь длилась недолго. Накануне вечером к зданию подъехали автобусы с правоохранителями. Подъехал автобус, выбежали, много милиции выбежало, выбежали в бронежилетах, начали ломать сразу дверь, выламывать гвоздями этим, гвоздодером начали. Они выбежали наверх, но я стояла возле автобуса, они сказали, никуда не ходить далеко, стойте здесь. Я увидела, как выводят, кого в наручниках выводили? Каина. Как выводит Каина в наручниках, заломали ему вот так руки, у него ноги вот так по земле, тем не менее сейчас колени и лоб, как у него так вот руки. Мы это все видели, он был в наручниках, его посадили и сказали, выходим все с вещами на выход. И вот это вот битами подталкивая, давайте быстрее залазьте, залазьте быстрее. Залили ребят газовыми баллончиками, ну и сказали всем собрать вещи и уезжать. Некоторых людей сняли отпечатки пальцев, одному человеку дали подсчетчину, одного парня заковали в наручник. Дальше нас привезли в отделение, опять же без объяснения причин, почему мы здесь пытались сфотографировать, пытались снять отпечатки пальцев. Мы до сих пор не знаем, что произошло и почему с нами так обращаются. Сколько у вас там было людей? 15 человек нас проживало. По словам волонтеров, это не первая попытка выселить обитателей из здания. Ранее туда уже наведывались неизвестные молодчики. В отношении нас организуются нападения сторонниками ультраправо-правороссийского движения. Модный приговор основан Максимом прозвищем Тесаком Марцинкевичем. Мы с ними многократно пересекались на улицах, как бы многократно с ними дрались. Многих из них знаем по именам и в лицо. В частности, они приходили на наши концерты, пытались делать провокации, но мы их нейтрализовали. Сейчас они организуют подлые атаки на людей вокруг нашего центра, оказывают насилие в отношении переселенцев. И организуют ночные атаки, пытаются всячески помешать организации помощи людям из зон военных действий. Искать справедливости обиженные переселенцы и волонтеры пошли в прокуратуру. Около ее здания они организовали небольшой пикет. Ребята так увлеклись идеей пикета, что даже не сразу отреагировали, когда к ним вышел первый зампрокурора. Значит, они игнорируют это. Мы не знаем, какой у них способ избран здесь. Попиариться, это одно. А если они хотят найти истину, молодой человек, вы ко мне не обращались, и я не рассматриваю ваше заявление. Вот, обращайтесь, пожалуйста, мы рассмотрим. После общения с журналистами митингующие все-таки написали заявление и подали его в надлежащем виде. Ждем сейчас кого-либо, чтобы возможно было бы встретиться и объяснить ситуацию, для того, чтобы со стороны прокуратуры Республики области была открыта уголовная производство по превышению служебных поломочий сотрудниками милиции. В милиции же уверяют, что никаких арестов не производили. Мол, сотрудники правоохранительных органов лишь пытались установить личности проживающих людей в этом здании. Извините за проведение того, чтобы проверить, кто там живет. Не надо битами заталкивать в автобус и вывозить в рай и дел. Для этого можно прийти спокойно участковый инспектор милиции, если там во большем количестве сотрудников, попросить предъявить документы для того, чтобы установить личность. Если есть там какие-то сомнения, что люди будут совершать административное правонарушение или уголовное деяние. Проведя под зданием областной прокуратуры несколько часов, митингующим таки удалось обратить на себя внимание. К себе в кабинет их позвал прокурор области. Выслушав все претензии, пообещал разобраться в деле. Ольга Калиниченко, Виталий Новиков, 057.UA Субтитры создавал DimaTorzok